а сегодня у нас в гостях в нашей интерактивной студии центровой цска саша каун чемпионом ванны секундочку саш привет привет чем ты сейчас занимаешься вот по жизни да понятно что с детьми но если взять скажем из карантина выдернуть тот момент чем ты занимаешься сейчас когда мы с тобой верили в первый раз ты сказал что пару лет назад да это было полтора года ты приезжал сестра что живешь шикарные жизни бездельника до продолжая как бы жить жизнь бездельника я начал потихоньку заниматься как персональным тренером по физической подготовки так у меня есть а пока один только клиенты как бы это неофициально еще так получилось что человек попросился смогу с ним позы позаниматься как бы но это моя как бы цели потихоньку можно заниматься с молодыми спортсменами или даже ну люди кто кому просто интересный персональный подход пока это не официально но думаю через год-два уже будет более такой как бы обоснованный бизнес каково твое мнение касательно отмены сезона в евролиге конечно огорчительно что не будет в этом году чемпиона но такая ситуация в мире что других решение сложно принять потому что но существуют другие соревнования и там и всякие еврокуб и европа и когда международные соревнования то что думаю это было правильное решение уже как бы то что ушло потеряно уже готовится к следующему сезону до сих пор между прочим по многим показателям в топе евролиге европейского баскетбола чувствуешь ли ты себя скажем так легендой или звездой евролиги пусть даже и в прошлом но все таки как бы я никогда об этом не думал и как бы не считаю себя легендой просто рад что смог поиграть в одном клубе с хорошей карьерой и по и помочь выиграть все что могли выиграть с цеской это было самое главное для меня мини-фильм посвящен нашему доктору роману обжелилову который к сожалению совсем вот недавно не справился с этим самым коронавирусом который сейчас везде бродит поэтому дорогие друзья и потом обязательно вспомним рому вообще наша жизнь полна символов совпадений и сейчас пересматривая фотографии того финала 4 я нашел это где стою на площади аудитории с коллегами только сейчас спустя год я увидел буквы на фоне которых мы тогда сфотографировались там написано роман рома 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 покойся с миром мы всегда будем помнить о тебе скажи пожалуйста ты был на самом деле знаком с ромой может быть ты что-то вспомнил да он пришел мой последний год последний год он был доктором уже и и не так сильно его узнал как хотелось бы но очень конечно печально такая трагедия и даже слов нету так что да друзья мои пожалуйста это все не шутки и соблюдайте все меры предосторожности которые сейчас рекомендуют соблюдать роман был прекрасным человеком и конечно же вы не забудем вопрос так вот один каким-то видео нет он будет с нами всегда и много-много раз еще будет с нами вместе переживать все наши победы я надеюсь огромное количество к тебе вопросов прямо сейчас а сколько ты треш забивал вообще в своей жизни подряд на тренировках прикалывали сбросали 3 3 очков на чтобы сказать что стабильная забивал я бы низко я бы не сказал игре я ни разу даже даже по уму не бросал 3 очков в игре так что даже не за такой памяти у нас кайл хайнс имеет до что еще трешек в играх вообще за все годы цска это были броски на последних секундах а где у тебя хранится перстень чемпиона хранится у меня дома в офисе коровка в коробочке стоит на полке он просто очень большого размера и с ним просто не неудобно куда-то ходить это так чисто кому-то показать вот вам это играл много лет и вопрос такой во сколько лет ты забил первый данк во сколько лет я забил первый танк я думаю если сказать на тренировке то это будет лет может где-то в 15 в игре я думаю лет 16 я просто на был я думаю это 2 9 2 2 9 это да у большинства зрителя я думаю тогда был самый смешной момент который ты можешь помнить своей карьеру есть забавный помню момент был когда мы по-моему играли в милане я уже не помню точно но евролига была игра евролига мы взяли с собой формы в т.п. и приходила всей команды сидеть с черным маркером и закрашивать все логу в т.п. чтобы выступить вместо разминки мы сидели закрашивать все формы ты хорошо говоришь на русском говорят здесь у тебя нет даже никакого американского акцента практикуешься как у вас дома какое количество языков дома у нам да да кого дочка разговаривать на четырех языках на русском потому что он в россии играл долго французский потому что папа француз затем испанский мама испанка и английский у тебя это супер я очень завидую тем людям которые это могут делать то что мне не хватает маленькой терпения с детьми вот сейчас когда школу отменили пришлось нам подавать то есть я постараюсь ними заниматься больше русским но иногда реально просто не хватает терпения видать не нельзя быть учителем маленьких детей но главный вопрос самый главный тут иван сдает а ты стрижешься на карантине нет а вот жду пока мне жена подстрижет я думаю один из этих дней душу это случится как бы но пока должен месяца полтора я не стригся в завершении я тебе скажу во-первых дегор пишет томск рулит до томской томск рулит это точно сердечки шлют пишет какой ты классный и в общем самые самые наилучшие пожелания удачи и здоровья пишет огромное спасибо за любовь спасибо за то что помните вообще кто я как говорится и всегда очень приятно вернуться в старые времена об этом поговорить всем всем большое спасибо всех 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 обнимаю еще увидимся евгений седых саша каун всем счастливо